Доброе утро! Виталий Михайлович, у нас к вам целый ряд вопросов. Беседовать мы с вами сегодня будем на тему регистрации туристических групп в вашем ведомстве. И вот в начале нашего диалога расскажите, пожалуйста, для чего вообще необходима регистрация туристических групп в МЧС России и как это может пригодиться, собственно говоря, туристам, выходящим на маршрут? Да, на самом деле эта тема актуальна для нашего ведомства в связи с ростом туристов. В нашей республике наши высокогорные курорты Архиз, Донбай. Значительное увеличение роста туристов у нас по сравнению с прошлыми годами. Поэтому для нас это очень актуально и важно. Для чего регистрация туристических групп, владение информацией о любом зарегистрированном мероприятии туристическом, существенно сокращает время реагирования наших подразделений спасательных в случае какого-то события на маршруте. Также способствует своевременному принятию управленческих решений по привлечению необходимого количества сил и средств для спасения граждан, которые попали в ситуацию на маршруте. Также при обращении к нам они получают квалифицированную методическую, может быть, помощь, даже когда спасателям говорят, какие погодные условия будут на маршруте, какие особенности и так далее. Выход на связь в определенные контрольные сроки, рекомендации, как выйти из той или иной ситуации, которая может произойти на маршруте. То есть, прежде всего, это вопрос безопасности самих туристов? Да, конечно. Безопасность – это самое главное. Отлично. Ну вот подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется регистрация туристов и обязательен ли этот процесс? Да, вопрос очень хороший. Постановлением правительства Российской Федерации в 2017 году было подписано о некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации, Согласно которому все организации, индивидуальные предприниматели, туристические группы, просто туристы, которые выходят на маршрут, обязаны проходить регистрацию в территориальном подразделении МЧС России. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала маршрута, они должны уведомить ведомство. При уведомлении, когда они к нам обращаются, необходимо указать состав, количество участников, контактный телефон руководителя данного мероприятия, кто организует туристический маршрут, способы передвижения по маршруту. Также в 2019 году приказом МЧС России был утвержден порядок обращения и информирования спасательных формирований подразделения о туристических маршрутах. Вы спросили, обязательно или не обязательно. Процедура, прежде всего, проводится в первую очередь для безопасности самих туристов. Наказания о том, что они не зарегистрируются, такого нет. Но, к сожалению, у нас имеется негативный опыт, который у нас в республике был. Незарегистрированные туристические группы, к сожалению, попадали в нестандартные ситуации. Происходила гибель людей, все помним, и Алибекский ледник, и много еще других. Поэтому это не обязательно, но, опять же, повторюсь, это все для безопасности туристов. Чтобы мы могли понимать, где туристическая группа, в какие сроки она проходит по маршруту, и в случае невыхода в определенный срок с маршрута, спасательные подразделения самостоятельно выходят на маршрут для поиска данной группы. Действительно, ну вот это, я так понимаю, в интересах самих туристов. Вот поэтому подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы немного раскрыть саму процедуру регистрации, как она проходит, и какие способы существуют для регистрации туристов? Сама процедура несложна. У нас несколько есть способов обращения к нам для регистрации. Ну, в первую очередь, это официальный сайт МЧС России, главного управления. Там есть у нас вкладки, регистрация туристических групп, можно там. Можно также посредством электронной почты, электронная почта также указана на сайте МЧС России, на сайте главного управления по Карачаево Черкесской Республике. Также можно отправить онлайн-заявку на регистрацию туристических групп путем заказного почтового отправления. Также все адреса, все указано. Либо по телефону. У нас дежурная смена. Центр управления в кризисных ситуациях занимается регистрацией туристических групп. Можно непосредственно туда позвонить и все это обговорить, зарегистрироваться. Учет ведется в журнале. Все у нас контакты на этом случае есть. А также еще можно непосредственно прибыть в спасательное формирование. У нас в Архизе, в Донбайе. Здесь у нас в главном управлении прийти лично и зарегистрироваться. То есть есть все условия, на самом деле можно зарегистрироваться как онлайн, так и оффлайн. Все для удобства. Еще один момент такой. Некоторые туристические группы регистрируются, но забывают нас уведомить, что они выходят на маршрут. То есть они зарегистрироваться, зарегистрировались. Это очень важно, чтобы мы понимали, что туристическая группа на маршруте. И по возвращении с маршрута, соответственно, они нас должны уведомить, что маршрут завершен, происшествий никаких не произошло, все живы и здоровы. То есть если мы будем выстраивать порядок действий для туристов, сначала они регистрируются, потом уведомляют вас о том, что вышли на маршрут, а потом то, что завершили маршрут, собственно говоря. Да. То есть два уведомления и одна регистрация. Все просто. Перейдем к следующему вопросу. Вот говоря о количестве туристов, хотелось бы затронуть эту тему и немного поговорить о статистике. Какое количество туристов было зарегистрировано с начала 2021 года? По нашим данным, по журналам учета туристов, в 2021 году было зарегистрировано более 700 туристических групп, численностью более 6500 человек. С начала этого года уже у нас более 500 туристических групп зарегистрировано, тоже больше 4500 человек зарегистрировано. Плюс к тому, также регистрируемые иностранные группы, которые обращаются к нам. Отлично, на самом деле. Ну вот раз мы затронули статистику, хотелось бы чуть более подробно о ней поговорить. Подскажите, пожалуйста, какому проценту зарегистрированных туристов, которые попали так или иначе в чрезвычайную ситуацию и разного рода происшествия, была своевременно оказана помощь? Ну, более 80%, можно так сказать, зарегистрированных туристических групп, попавшим в какую-то нестандартную ситуацию, была оказана своевременная помощь, именно потому, что они были зарегистрированы, установлены порядком. Виталий Михайлович, ну я вот хотел бы отметить, что мы с вами, по всей видимости, всецело раскрыли эту тему. Я очень надеюсь, что те телезрители, которые нас сейчас смотрят, будут обязательно проходить процедуру регистрации туристических групп в вашем ведомстве, потому что это действительно важно, друзья, и это вопрос вашей безопасности. Ну вот в конце нашего диалога я бы хотел отметить, что у нас существует небольшая и интересная традиция. Каждый наш гость делает свои определенные пожелания дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Уважаемые жители республики и гости, пожелать хочу безопасного отдыха на территории нашей республики. Не пренебрегайте безопасностью. Всем хорошего отдыха. Спасибо. Вам спасибо большое. Ну а я хотел бы напомнить, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике по антикризисному управлению полковник Виталий Михайлович Бехтваев. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.